Начиная с сегодняшнего дня, все учебные заведения автономии обязаны кормить детей горячими обедами. Эти средства заложены в бюджете автономии на 2022 год в рамках программы «Здоровое поколение». Здесь, конечно, не у всех получится прямо с 10 числа возобновить процесс питания, но во многих школах уже с сегодняшнего дня наших ребят будут кормить горячим питанием всех без исключения. В процессе, в ближайшие дни возобновится процесс питания во всех учебных заведениях. Практически все учебные заведения автономии имеют условия для питания детей всех классов. Наталья Кристиева отметила, что с проблемой возобновления питания сталкивается теоретический лицей имени Михаил Минеско в муниципе Камрад. Есть одна проблема в лицее имени Минеско. Вы знаете, что там строится новый корпус и нет полноценной столовой, но есть договоренность с гимназией имени Курогла, и в этой гимназии, в их столовой будут питаться дети из лицея имени Михаил Минеско. У нас уже практика в декабре была, мы опробовали эту процедуру и дальше возобновим питание в таком же режиме. Директор лицея имени Третьякова Полина Пынти отметила, что все ребята рады, что возобновился процесс кормления горячим питанием. Она отметила, что уже согласовано меню. Детей будут кормить из расчета 10 леев 80 банов в день. У нас назначен аукцион ввиду того, что у нас большое количество учащихся. И по результатам аукциона мы уже подготавливаем подписание договоров. И я надеюсь, что до конца недели, максимум с начала следующей недели, мы возобновляем питание учащихся. На протяжении трех лет ученики пятых-двенадцати классов получали горячее питание в школах автономии. С исключением первого полугодия прошлого года. Майя Садович, Григорий Ставилов, Артем Топал. Новости.